Сегодня мы с вами начинаем изучение новой темы, называется она «Движение веры». Это одна из самых горячо обсуждаемых тем, одна из самых насущных проблем, которые сегодня существуют в христианской церкви, потому что мы говорим не о каком-то лжеучении, которое существует вне христианской церкви, а о том лжеучении, которое существует часто прямо в нашей среде, потому что книги, издаваемые этими людьми, передачи, которые выпускают эти люди, смотрят, слушают, читают многие наши братья и сестры, зачастую не понимая, что то учение, которое им предлагают, имеет мало общего с Писанием. Для того, чтобы нам с вами разобраться в сути этого учения, давайте мы сперва сформулируем понятие вне конфессионального религиозного движения или просто религиозного движения, что оно собой представляет. На протяжении многих столетий в христианском мире существовали четко оформленные конфессии, то есть были католики, православные, лютеране, методисты, баптисты и реформаты, пресвятыряния, то есть можно много перечислить, но когда человек говорил о том, что он баптист или методист или лютеранин, все понимали совершенно четко, что он имеет в виду, потому что было совершенно четко оформленное учение, были богословы, которые придерживались определенных вероисповеданий, книги, которые выпускались, они соответствовали определенным стандартам и в семинариях учили примерно одному и тому же. Но с течением времени, особенно начиная с конца XIX века, внутри конфессии стали происходить расслоения, потому что по всему миру стали прокатываться такие вот новые движения, как бы волны учения, которые захватывали уже даже не одну конкретную конфессию, а целый ряд конфессий. Например, в конце XIX века появилось так называемое либеральное движение в богословии, которое стало отрицать некоторое основополагающее учение Писания и христианства. Оно стало отрицать богдухновенность абсолютного Писания, стал отрицать исторический образ Христа, каким мы его знаем, непорочное зачатие, божественное сотворение мира и много-много других вещей, которые являются важными составляющими того, во что мы верим. И это движение захватило не только одну какую-то конкретную конфессию, но появились либеральные лютеране, либеральные методисты, либеральные баптисты, либеральные католики, либеральные реформаты и так далее. То есть, понимаете, да, волна, которая захватывает сразу много разных конфессий. И когда мы с вами говорим о таком вне конфессиональном движении, мы говорим не столько об организации, у которой есть руководитель, начальник, не о конфессии, у которой есть какие-то четкие рамки и четкое вероучение, а скорее вот об этом поветрии, такое как эпидемия, большая волна, которая захлёстывает одновременно весь христианский мир, после чего христианский мир раскалывается на сторонников этого учения и противников этого учения. И для того, чтобы вы яснее себе представили, как это выглядит, давайте мы еще посмотрим на два движения, которые реально существовали в 19 веке. Одно движение, так называемое движение адвентистов, но не адвентистов седьмого дня, а именно адвентистов-миллеритов. То есть, то, что было источником, родоначальником движения нынешних адвентистов седьмого дня. Это движение возникло в 1830-х годах под влиянием баптистского проповедника Уильяма Миллера и за 10 лет охватило всю территорию Соединенных Штатов, Канады, Великобритании и Австралии. И приверженцев нашло оно себе среди самых разных конфессий, среди самых разных религиозных групп. И только уже спустя какое-то время, где-то в конце сороковых годов, из вот этих приверженцев Миллера, которые раньше были членами самых разных существующих конфессий, стали возникать новые конфессии, которые называли себя адвентистами. То есть, вот конфессия адвентистов седьмого дня, это конкретное движение с конкретным родоначальником, с конкретными границами, выросшее из вот этого огромного движения. То есть, сначала появляется такая масса людей, которые независимо от конфессии исповедуют одни и те же учения, а потом они формируют из себя уже конкретные конфессии, где это учение приобретает более оформленный вид. Но как адвентисты стали не единственной конфессией, которая родилась из движения адвентистов-миллеритов, так и новые движения, которые появляются в течение времени, они тоже порождают гораздо больше новых конфессий, новых организаций, новых движений. И часто получается так, что после каждой очередной такой волны учений, после очередного поветрия, на свет появляются десятки новых конфессий, которые отличаются друг от друга лишь личными взглядами своих основателей. Еще одно движение, которое мы приведем в качестве примера, это движение фундаменталистов. Вот мы упоминали сегодня про либеральное движение середины 19 века. В ответ на движение либералов возникло движение фундаменталистов. Как оно появилось? Когда угроза либерализма стала очень очевидной, когда стало понятно, что эта волна захлестывает буквально христианство в Северной Америке, тогда люди из разных конфессий собрались вместе на конференцию и там решили, что существует некий набор учений, которые христиане должны защищать любой ценой. То есть есть учения, которые мы должны хранить, на которых мы должны стоять, от которых мы не должны отступать, чего бы нам это не стоило. И появилась такая группа разных последователей из разных конфессий, которые не то что подписали, но приняли вот эту вот декларацию, приняли эту точку зрения о том, что есть несколько моментов, которые должны всегда оставаться неизменными, независимо от перемен в нашем окружающем мире. И это вероучение, эти точки зрения были сформулированы в нескольких брошюрах под названием The Fundamentals, то есть основы христианской веры, основополагающие моменты. Именно поэтому это движение стало называться фундаменталистским. И у нас получилось, что среди разных конфессий, которые существовали на тот момент, появились уже и баптисты-либералы, и баптисты-фундаменталисты, методисты-либералы, методисты-фундаменталисты, лютеране-либералы, лютеране-фундаменталисты, реформаты-либералы-реформаты-фундаменталисты. То есть, по сути дела, вместо одной конфессии с четко оформленной границей у нас получилась ситуация, когда человек называет себя, причисляет себя какой-то конфессией, мы уже даже точно не можем сказать, во что конкретно он верит. То есть, приходишь и говоришь, я методист, ну хорошо, мы поняли, как называешься, веришь ты во что? То есть, веришь ли ты в то, что Христос Бог, веришь ли ты, что Библия истина, веришь ли ты, что спасение на самом деле даруется только по благодати, потому что сегодня под одним названием можно найти самые разные конфессии. Вот о таком движении мы с вами говорим сегодня. Это движение возникло гораздо позже. Это движение появилось в 60-х годах и появилось именно как такое вне конфессиональное движение. То есть, оно состояло из людей самых разных конфессий и объединяло этих людей только приверженность определенным взглядам, определенным учениям. И до сих пор движение веры не представляет собой единой деноминации, единой организации. И, по сути дела, движение веры это достаточно большая, не четко оформленная группа учителей, которые проповедуют в основном одно и то же учение, но каждый учитель вправе, кто ему помешает, вносить в это учение какие-то свои собственные взгляды, какие-то свои собственный акценты. И, в общем, когда вы слушаете этих учителей, понятно, что они говорят в принципе одно и то же, но каждый из них отличается своими какими-то характерными моментами. И в силу того, что у них нет никакого вероучительного стандарта, соответственно, каждый человек поступает так, как он сам хочет. Помните, как это происходило в книге судей, да? Не было в те дни у них царя, и поэтому каждый поступал, как он сам хотел. На каком основании они называются учителями? Дело в том, что в наше время учителем стать очень просто. Вы находите какое-то новое, как вам кажется, учение в писании, начинайте говорить об этом. Если вы достаточно убедительны, или если вы сумеете очень красиво преподать свою точку зрения, у вас появляется некая группа последователей, которые называют вас или считают вас учителем. Сначала вы учитель, потом вы пророк, потом вы епископ, потом вы апостол, потом вы наместник Бога на земле. По большому счету да, потому что в наше время авторитет церкви, к сожалению, уже никакого значения не имеет. И, в общем-то, одна из самых главных проблем христианства в наше время заключается в том, что любой человек в любом месте может объявить себя кем угодно, собрать себе группу последователей, и нам как-то приходится с этим жить. Скажем, как вы знаете, например, на Украине есть несколько случаев, когда люди объявляют себя священниками православно реформированной церкви, одевают на себя православные одежды и регалии, хотя рукоположные они на самом деле были харизматическими какими-то там пасторами, которые тоже в свое время появились непонятно откуда. То есть никакой авторитет церкви за учителями, как правило, не стоит. Худший вариант, когда человек вообще появляется ниоткуда, объявляет себя новым пророком, и, в общем-то, его авторитет стоит только на том, что у него есть группа людей, которые готовы его слушать. То, о чем мы с вами говорим сегодня, как раз имеет такой характер в значительной мере, и, по большому счету, человек настолько влиятельен, настолько весом, насколько большое количество людей за ним идет, насколько большое количество денег он собирает в качестве пожертвований. Значит, успех движения, о котором мы говорим, в значительной степени был обеспечен тем, что в 60-х годах началась практика вещания христианских программ через телевидение, через обычные телевизионные сети. И многие говорят о том, что движение веры никогда бы не стало такой мощной силой, о которой мы говорим сегодня, если бы не телевидение. Потому что, по большому счету, получилось, что у этих людей появилась огромная аудитория в миллионы людей. Причем, аудитория людей, которые зачастую не имеют никакого серьезного богословского образования, у которых даже нет личного контакта с проповедником, они просто сидят по ту сторону экрана и внимают каким-то красивым, хорошо поставленным, срежиссированным лекциям. То же самое происходит с книгами. То есть, начинается массовое книгоиздательство таких вот книжек, брошюрок, которые попадают в руки людей, и, соответственно, люди принимают или не принимают то, что они хотят видеть. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Значит, мне бы хотелось, чтобы мы с вами договорились сразу о нескольких вещах. Одна вещь выглядит следующим образом. Движение веры — это не харизматическое движение. Точнее, два понятия, они не тождественны друг другу. Значит, не все харизматы исповедуют учение веры, и не каждый представитель движения веры является харизматом. Движение веры — это вот то самое неконфессиональное движение, которое захватывает людей в самых разных конфессиях. То есть, приверженцев движения веры можно найти, к сожалению, среди лютеран, и среди баптистов, и среди методистов, и даже, наверное, среди католиков некоторых, хотя там ситуация несколько другая. Ну, харизматические католики есть, поэтому там, соответственно, склонность к такому учению тоже имеет место быть. Просто в силу определенных обстоятельств, пятидесятнические харизматические церкви оказались менее всего защищенными от этого учения, потому что основные какие-то моменты этого вероучения были построены как раз на догматах, на принципах пятидесятнических и харизматических учителей, учений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok